И так я наделил каждой из бесчисленных частей меня, всех моих духовных детей, такой же силой создавать, какой обладаю я сам как целая. Это как раз то, что имеет в виду ваши религии, когда утверждают, что вы были созданы по образу и подобию Бога. Это не означает, как предполагают некоторые, что наши физические тела похожи, хотя Бог может принять любую физическую форму, которую Он выберет для определенной цели. Это означает, что наша сущность одинакова. Мы состоим из одного и того же. Мы суть одной и то же. Мы обладаем одними и теми же свойствами и способностями, включая способность создавать физическую реальность буквально из воздуха. Моя цель в создании вас, моего духовного потомства, была в том, чтобы я мог познать себя самого как Бога. У меня не было никакого другого способа сделать это, только через вас. Таким образом, можно сказать, и было сказано множество раз, что моя цель для вас – это чтобы вы познали себя, как меня. Это кажется потрясающе простым и при этом становится очень сложным, поскольку для вас существует только один способ познать себя, как меня. Вначале вам необходимо познать себя, как не меня. Теперь постарайся понять следующее и следи внимательно, поскольку это очень тонкое место. Ты готов? Думаю, да. Хорошо. Помни, что ты просил этого объяснения. Ты ждал его столько лет. Ты просил объяснения в мирских словах, а не в терминологии богословских учений или научных теорий. Да, я просил. А раз просил, получишь. Теперь для простоты я буду использовать вашу мифологическую модель детей божьих, как основу для обсуждения, потому что эта модель тебе знакома, и во многих отношениях не так уж далека от действительного положения вещей. Итак, давай вернемся к тому, как должен работать этот процесс самопознания. Есть один способ, каким я мог бы сделать так, чтобы мои духовные дети осознали, что они часть меня, просто сказав им об этом. И это я и сделал. Но, видишь ли, для духа было недостаточно просто узнать себя как бога или часть бога, или дитя бога, или как наследника царства. Как я уже объяснил, знать о чем-то и переживать это на опыте. Две разные вещи. Дух жаждал познать себя на опыте, так же, как это сделал я. Осознания на уровне понятий было для вас недостаточно. Тогда я разработал план. Это самая невероятная идея во всей Вселенной. И самое потрясающее сотрудничество. Я говорю сотрудничество, потому что вы все заодно со мной в этом деле. По этому плану вы, как чистый дух, входите в только что созданную физическую Вселенную. Ведь физическое состояние – это единственный способ узнать на уровне опыта то, что вы знаете на уровне понятий. Собственно, именно по этой причине я создал физический космос, с которого все началось. Равно как и систему относительности, которая управляет им и всем созданным. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...